привет хочу поговорить об ошибках сегодня мы так много делаем ошибок в жизни хорошо это или плохо не знаю не берусь судить не моя это задача сейчас это обсуждать я хочу сказать об ошибках которые мы делаем развивая свой сетевой бизнес столько надежд мы возлагаем на него столько энтузиазма мы имеем когда начинаем а потом из-за ошибок многие из нас останавливаются из-за результат или из-за последствий этих ошибок ошибок очень много есть такие терпимые в результате осмысление которых человек становится умнее сильнее и эффективней а есть просто недопустимые которые лучше никогда не допускать просто заранее сразу поверить своим спонсоров и наставникам то информации которую вы получаете когда вы начинаете этот бизнес и никогда их не допускать одна из таких судьбоносных ошибок проблем которые имеют но и новички это попытка помочь своим дистрибьютором деньгами за свой 15-летний опыт я столько раз обжигался на 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 этом деле что уже просто уже просто выработал у себя такой иммунитет и такую способность противостоять этому соблазну когда я только начинал бизнес мне спонсор рассказал историю о том как две сестры вошли в бизнес и от одна была инициатором а вторая ну такая вялая как обычно это бывает наташа ты только войди в бизнес я тебе куплю пакет я тебе куплю от продукты я тебе куплю квалификацию значит ты главное только начни потом отдашь ну так ну давай ладно а поскольку досталось даром поскольку никаких усилий не было вложено поскольку деньги чужие поскольку инициатива происходило не от нее то когда она столкнулась с первыми же трудностями она не была достаточно мотивирована на этот бизнес она перестала просто работать и продукты зависли и все остальное зависло и сестра и я говорю ну как же так почему ты не отдаешь мне долг почему ты не работаешь она это я тебе ничего не должна ты меня навязала ты и кукой сестры потеряли друг друга мало того что деньги потеряны потерялись взаимоотношения у одной обида а другая я причем и вот с этого начался мой бизнес и теперь я признаюсь вам сколько раз я давал своим дистрибьютором деньги сколько раз мне казалось что вот чуть 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 ему помочь и он начнет вот под занятием и все и каждый раз без единого исключения каждый раз я терял не только деньги но я терял человек потому что он просто перестал меня переставал со мной общаться он просто избегал меня у меня вот есть парня парень я недавно в нтв я одному но уже знал уже тысячу раз знал уже просто знал уже просто знал когда давал что я теряю этого человека глаза преданы вера в то что деньги не только будут возвращены а мы преуспеем благодаря этой помощи сейчас потерян человек и потеряны 2000 долларов и сейчас сколько бы я уже простил ему я уже не прошу этих денег да и не думал просить я уже сам знаю что я не соответственно за это я хочу его как бы в другой бизнес уже позвать я его как бы не хочу терять из виды из своей жизни он не выходит на связь ему неудобно он меня избегает и так если вы хотите угробить своего человека если вы хотите искусственное его смотивировать помогая ему деньгами продуктами пакетами там чем угодно то вы балда вы просто балда вы просто не знаете законов бизнеса и жизни это бизнес это борьба это соревнования это состязание это риск это самоотверженность это 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 требует колоссальных усилий эмоциональных в том числе это требует самомотивации это требует ну короче говоря мобилизации всех ресурсов внутри чтобы преодолеть свою собственную лень свою свою слабость свою неорганизованность свои неудачи вставать и идти 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 для этого нужна внутренняя мотивация а если вы человека искусственно поставили ему укол и и и и влили в него финансы и подумали что он таким образом начнет глупость полная абсолютная ерунда поэтому вывод такой ничего больше говорить не надо если если вы хотите если вы хотите преуспевать то вы помогаете человеку делом вы помогаете человеку советом вы помогаете человеку моральной поддержкой работайте вместе с ним разговаривайте с его друзьями делитесь своим опытом делайте все что хотите но не давайте ему никогда своих денег не давайте ему своих продуктов не давайте ничего материального в виде помощи вы можете поощрить своего человека объявить ему промоушен дать ему денег качестве поощрения вот тебе сделаешь вот я тебе дам 100 долларов сделаешь эти нам тысячу долларов сделаешь поедешь ко мне домой и будешь у меня жить неделю в моем новом доме но никогда никогда не помогайте деньгами не покупайте им пакеты а новички сплошь и ряда ой да я куплю его ой я куплю а можно я куплю всем своим родственникам чтобы мы начали уже группой боже сколько я слышу этой 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 фигни но это не работает это неправильно вы вы просто тогда убиваете свой бизнес себя в этом бизнесе веру в людей теряете договорились никогда ни при каких обстоятельствах сожмите себя в кулак не жалейте людей в этом смысле проявите мужество проявите понимание это не просто но это надо сделать если человек обиделся на то что вы ему не дали денег на бизнес то он до свидания поддерживайте с ним отношения как с человеком но не как с партнером по бизнесу вот так вот пусть он идет и занимает но только не у вас я мне было очень тяжело это делать а потом я понял понял каков механизм как мне легче обеспечить выполнение этого правила я говорю я не могу тебе позволить и сам себе говорю мне тебя жалко я хочу тебе помочь но я не могу этого сделать потому что ты глядя на меня будешь вопреки моим словам делать то что не я не говорю а то что я сделал и ты тоже когда-нибудь попадешь в эту вот ситуацию и ты проиграешь поэтому чтобы я тебе не сделал плохо я тебе сегодня денег не дам не обижайся а если он обиделся если он расстроился если он исчез то значит ну судьба двигайтесь вперед много других людей но я думаю умные и способные люди те которые действительно пришли к вам весь они поймут все и и навсегда на всю жизнь запомнят это а то что они сегодня там что-то потеряли это все преодолимо главное чтобы они двигались самостоятельно все желаю вам удачи и и прислушайтесь к моему совету если хотите работе не проигнорировать его удачи